Как я говорил, сегодня будет доклад про веб на Kotlin, то есть какая-то вообще базовая, почему Kotlin, какие есть проблемы, и потом немножко покажу, как примерно, то есть как будет выглядеть JS, точнее, как вы будете написать на Kotlin по JS, как вы можете написать на Kotlin P.J.S. Disclaimer, я не работаю в JetBrains, я не принадлежу в Kotlin Team и ничего, и я могу вам лгать, ну потому что на самом деле документации по Kotlin JS нету, особо данных как бы таких нету, я сижу там в Slack, где разработчики, да, слежу как бы, но я могу где-то вам соврать, так что не верьте ни на слово. В общем-то, вот получается слева, да, слева это мой background production, а справа то, чем мне, ну как бы нравится, и надо поиграться, но сейчас я уже стал меньше играть, потому как Kotlin вышел. Вот Kotlin вышел на самом деле в феврале 2000, вот этого года, 2016, то есть ему там еще меньше года, и мне как-то вот его хватает. Я начал с ним работать, правда, не с февраля, а намного раньше, это где-то был июнь-июль прошлого года, когда они там еще меняли и строили язык. Я поработал на Java, начиная с 6 версии, поработал на JS, начиная с 5 версии, и много сейчас пишу на TypeScript, то есть начал тоже с 1.6, когда они этого впилили, наконец, TSX, JSX, на реакции с TypeScript, то есть, ну, мне это тоже очень нравится. Что мы, о чем мы с вами поговорим вообще? Базовые какие-то знания про Kotlin, почему так, почему не так, какие сейчас проблемы у mainstream solutions, я имею в виду, там, у JavaScript, у TypeScript, у Java для backend frontend, соответственно. Покажу примерно, что надо знать, чтобы писать эффективно Kotlin про браузер, кроме самого Kotlin, и немножко там затронем, что возможно будет в будущем, что я считаю, что будет очень классно, если оно будет. Кто знает, что это такое? Да, то есть Kotlin – серебряная пуля. Да, серебряная пуля как бы не существует, везде есть трейд-оффы. Когда вы делаете новый язык, у вас есть много трейд-оффов. Kotlin компилируется, вот на, компилируется, таргетится на многие платформы, это сам Java bytecode, то есть вы можете просто на JVM писать, вам не нужна сама Java, вы можете писать под Android, в том плане, что они очень хорошо заоутимизировали, на самом деле он сейчас Kotlin выставил больше всего сейчас Android. Тут есть Androidщики, кто пишет? пишет на Kotlin. Видите, вот как бы, один, ну, большая выборка, все честно. То есть они заоптимизируют по тему перформанса, метод каунта, размера. По Java, что это имеется в виду? То, что есть у вас код на Java, у вас есть код на Kotlin, вы спокойно пишите в одном проекте, в одних пекеджах, в одних папках, и на том, и на том. По JavaScript, сейчас пилится поддержка в том плане, что вы сможете, опять же, компилиться в JavaScript и вызывать JavaScript из Kotlin и Kotlin из JavaScript. И в будущем, вот в сентября, как бы, начали писать native. Что это значит native? Это значит, Kotlin будет компилироваться в LVM BitCode, и потом уже его можно таргетить, куда нам нужно. То есть это может быть IoT, iOS, как бы, iOS, и либо еще что-то там, если он, как бы, что угодно там. Не знаю. Везде, где C запустится, вот это можно запустить. Как бы, сам LVM BitCode, он капилится и в ARM, и в x86. То есть на много-много железа это будет ставиться. Сейчас мы говорим про trade-off. У нас, вот я показал, много платформ. И с каждой из платформ связаны свои trade-off. И все это, как бы, повлияло на язык, но в первую очередь на язык вообще влияют сами trade-off, которые, с которым вы сталкиваетесь, когда пишете язык. То есть будет ли ваш язык быстрым, либо он будет простым. Будет ли он мощным, как Scala, либо он будет читаемым, понятным. Это будет какая-то новый красивый синтаксис, либо это будет старый, знакомый, понятный. Будет ли он ломать каждую версию совместимость, либо он будет поддерживать ее. То есть это все trade-off, которые закладываются в языке, и на самом деле от этого много чего зависит. Можно поговорить про байт-код. Там тоже много trade-off. Когда вы начинаете писать, компилироваться в Java байт-код, вы не можете просто взять и скомпилироваться. Вам нужно поддерживать перформанс. Что значит перформанс? У Java-машины есть два компилятора C1 и C2. C1 это интерполяция. У него интерполяция происходит, то есть как выполняется просто команда C2, и он уже оптимизирующий. И когда мы пишем байт-код под оптимизирующий компилятор, под сервера, когда мы действительно важен перформанс, мы должны под это подстраиваться, потому что компилятор не понимает все паттерны, которые вы можете написать в байт-коде. Он понимает паттерны, которые написаны в Java. Соответственно, когда вы пишете байт-код под Java, вы на самом деле должны оглядываться на Java, смотреть, какие там есть оптимизации, и банально переставление двух операций в байт-коде у вас может все сломать. Все может стать намного медленнее. Второй trade-off — это взять свежий байт-код, где есть и вонг-динамик, где есть дефолт-методы в интерфейсах, либо остаться на шестом. Почему шестой? Потому что на тот момент это было Android, и на тот момент IntelliJ IDE, WebStorm, все продукты компании JetBrains, они равнылись под Java 6. Соответственно, если мы сделаем язык под Java 8, мы не сможем на нем писать под старую платформу, потому что там нужна другая GVM. И, соответственно, когда вот даже мы написали вот это все, у нас остается совместимость на уровне байт-кода. То есть если мы даже не ломаем совместимость на уровне source-кода, на методах, на самом синтаксисе, мы можем сломать совместимость на уровне байт-кода, то есть старая библиотека не будет работать поверх новой. Отличный пример — это Scala. Когда мы заходим в репозиторий и смотрим, нам нужна библиотека под Scala, мы ищем сначала версию под нужную версию языка, а потом уже самую библиотеку, конкретной версии. Соответственно, вот я сказал, тут очень много всяких трикдофов, то есть это все сложно, тогда почему там ни Scala, ни Closure, да? То есть все же с этим отлично. Вот это вот статистика за 2015 год под GitHub. Java там растет, тут язык CSS появился. Наверное, модный, скоро будем все писать на CSS. Но вот самое интересное — это вот эти вот два парня в самом верху. JavaScript и Java — это два самых основных языка. На JavaScript мы пишем все, но самый, больше всего, браузер, потому что как бы у нас нет выбора. А на Java мы пишем бэкэнды, потому что у нас тоже, на самом деле, нет выбора, да? У нас все на Java. То есть вот у нас такая Java, Java, JavaScript. И тут Kotlin. Почему Kotlin? Почему вообще? Вот зачем на нем писать? Вот у вас есть две платформы. И смотрите, что делает Kotlin. Он говорит, у меня первый классный интероп Java. То есть я могу вызывать из Java Kotlin, из Kotlin Java. Все отлично. У меня есть интуитивный, понятный синтезис Java. Его легко выучить. Kotlin можно освоить буквально за неделю. А если человеку дать готовый код и сказать разберись, он разберется прям по ходу Java. У меня есть сразу тулинг. Вы ставите свою любимую ID, community или ultimate version, любую. Там есть Kotlin плагин. Есть, в принципе, плагин для Eclipse, Bins. Ну, как бы, это не так интересно. Поддерживается build-тулами. У вас есть Maven, у вас есть Gradle. Оно все компилится. Все отлично, как бы. Добавляете одну строчку в Gradle, и у вас все работает. А самая крутая фишка, это вы можете в идее открыть Java Class, сказать, я хочу, чтобы он был на Kotlin, нажать Shotcut, и у вас он скомпилируется, сконвертируется в Kotlin Class. Причем иногда очень даже хорошо, когда у вас просто, допустим, Podge, DSGET Resetter и правит филды. Он это все свернет в одну строчку. Там большой-большой класс. Ну, и, соответственно, вот JavaScript target sum, как бы, да, coming sum, но на самом деле уже она есть. Она есть еще в первом релизе, но она, как бы, не production-ready, как они говорят, и, соответственно, поэтому его, как бы, до 1.1 релизы, ну, как бы, очень стремно использовать, потому что нет документации, и API меняется. Много багов. Когда я говорю, что у Kotlin есть первоклассный интероп с Java, это о том, что вот мы можем взять Java проект, добавить в него Kotlin плагин, и начать в любом месте писать на Kotlin. При этом мы можем вызывать Java и Kotlin из Java. То есть мы спокойно интервьюруем наш Kotlin в существующий большой проект на Java. Никаких проблем при этом не возникает. Он не тормозит при компиляции, он ничего не замедляет, и мы, как бы, получаем все бенефиты в новых местах. И самое главное, что из этого следует, то, что если вы начинаете писать в вашем существующем Java проекте на Kotlin, вам не надо приводить в эволюцию, выкидывать все и начинают писать на новом шине language, да, как бы, нет, вы просто берете и потихоньку начинаете добавлять Kotlin в свой проект. То есть это не революционные изменения, а эволюционные. Это твит из разработчика из Trello. Он пишет под Android. Вот как он написал, что вы думали, что вы взяли просто Java? Ну, то есть у них тоже рабочее приложение под Android, им надо писать код, а не сидеть и переписывать все на какой-то новый язык. Вот он добавил Java++. И по итогу к нему, как он узнал потом уже, когда он добавил, что там есть на самом деле очень много функциональных парадигм. Вот. То есть это я сказал, почему Kotlin хорош, но у нас же вот-вот они популярные языки. У нас все хорошо, да, они самые популярные. Почему не они? Я писал на языке много, у меня не очень хорошие впечатления остались, то есть в плане того, что он не скеллится. То есть, что я имею под этим в виду? Большая команда, понимать пулеры тесты, все это межить, нет статической проверки типов, этого все не хватает. Тескоп это решает, но в тескопе не хватает поддержки сообщества на самом деле. Это то же самое будет в Kotlin, но в тескопе это как-то чувствуется, когда ты приходишь к парням в библиотеку, даешь им type definition и говоришь, садитесь вот такие классные type definition, и вот вам даже тесты, все работает. Смешьте, пожалуйста. И сидишь вместе, ждешь, пока не смешат. Ну, невозможно. Но если вернемся к JavaScript, у нас нет рефакторинговой IDE нормально, у нас можно допускать ошибки, опечатки, все что угодно. нету суппорта, соответственно, этой IDE, ну и он как бы технический, нормальный язык, но на самом деле мы это знаем. Вот. А Java, ну, как бы Java. Тот, кому нравится Java, он полностью доволен Java. Есть такие люди? Вот и все, хочу Java, нафиг ваши сети Scala, Kotlin, Closure, нет? Ну вот я так же думаю. Так. Ну, теперь давайте все-таки перейдем к программированию немножко, да, это такое было общее сведение, да, backend. Вот, допустим, у вас есть Scala. Когда вы начинаете писать backend, вы возьмете Spring Boot. Потому что Spring Boot, он плохо, Scala дружит плохо с аннотациями, например, да. Соответственно, вы будете мучиться. Вы пойдете, возьмете какой-то Scala framework, да. С Kotlin немножко не так. Если вы возьмете Kotlin, вы можете использовать все, что у вас было. То есть у вас там был какой-то Spring, там, бутик, что угодно. Вы можете продолжать это использовать. Вам не надо новый какой-то красивый язык, новую красивую библиотеку писать. Ну, в то же время, как бы, есть и новые библиотеки. Почему нет? Причем они позволяют вот так вот красиво, там, в одну срочку писать какие-то микросервисы банальные, очень простые. То есть никакой сложности тут нету. Это что мы сделали? Мы, соответственно, в Kotlin ключевое слово new, да. Поэтому просто говорим, создай мне об сервер. Обозначаем, что по этому роуту нам нужно вернуть такой-то респонс. И говорим, стартуй и раздавай. То есть в три строчки поднимаем сервер на Kotlin. А, ну да, вал. Я копирую за документацией. Я таким не пользуюсь, на самом деле. Я пользуюсь вот из этих парней. Вот. Там спрингом, бутиком пользуюсь. На вертексе пробу. Ну, то есть все работает, все красиво. Тут, на самом деле, так, ну, с моей точки зрения, Wasabi очень красиво, очень хорошо сделано. Но у меня нет пока к нему большого доверия. И, как бы, у меня не было нигде возможности в реальном продаж не прописать. То есть дома я попробовал, но сейчас я копирую за документацию. Так что тут фар поэтому. Ну, с бэкэндом все понятно, да. Это вот та же Java, тот же Kotlin. Все, мы взяли и начали писать. Что у нас на бэкэнде? У нас на бэкэнде React. Мог бы быть, в принципе, и какой-нибудь Angular, но у нас React. И что значит React? React это, в принципе, GSX. Вот мы там объявили stateless компонент. И тут тоже его, как бы, заиспользовали. Все понятно, все просто. Но, как бы, GSX, как мы знаем, это специальная трансформация. И по итогу мы получим вот такой код. Когда мы его пропустим, допустим, через Babel, либо через TypeScript компайлер. Почему, как бы, ну, вот у нас есть вот это вот. И зачем? То есть почему нельзя было какой-то сделать красивый DSL? Зачем нам писать вот эту вот магию, которая потом скомпилируется через каким-то тулом? То есть, допустим, если мы сейчас пишем на E6, то мы там через три года сможем выкинуть все наши Babel и просто отдавать нас с E6 в production. Но если мы будем дальше писать там, допустим, с GSX, то мы никогда-то GSX не выкинем, потому что, как бы, ну, браузеры его не поддерживают. Ну, такой идеологический вопрос. А смысл в том, что, как бы, на JavaScript нельзя вот это вот красиво написать. То есть у нас нету в JavaScript хороших инструментов, чтобы написать какой-то DSL удобный и с ним работать. В Velmi есть, там, в Scali есть, в Cloj есть, в Cloj скрипте есть. В JS нету. Что может предложить Kotlin? Kotlin может предложить вот такую конструкцию. Это наше, ну, у нас все, в принципе, когда мы начинаем делать какие-то вещи, у нас появляются билдеры DSL. И это один из их, ну, из их видов. Мы сейчас немножко поговорим, как оно сделано. Но пока GS, SS и GS. Это тоже с React пришло. Вам нравятся вот эти вот скобочки вокруг в пропертях? Вот это вот вам нравится? Меня всегда бесило. Это всегда очень бесило, потому что ты пишешь обычный JavaScript, а тут тебе надо поставить какие-то кавычки, написать какую-то стрингу. Ну, не дело. Вот. А уже вот в Kotlin есть такая библиотека, которая, допустим, вот смотрите, вот тут hover, да? Мы пишем и hover, да? А тут мы вот просто пишем hover. Не надо вот это все. То есть так же media query делается. Все, что угодно. Там support. Это легко можно добавить поддержку. Причем даже вы со стороны можете добавить поддержку support или там media query сюда, если ее нету. За счет чего? За счет того, что у нас есть extension functions. К любому существующему классу мы можем добавить extension function. String, как известно, у нас final, и мы его не можем расширить, но как бы вот магия Kotlin позволяет. За счет чего она позволяет? На самом деле hello – это статический метод, который попадет там в класс, допустим, это у нас был файл main.kt, и у нас будет класс main.kt, и там будет статический метод. И этот метод hello мы можем использовать даже из Java, просто из Kotlin, мы можем использовать его прямо на string, нам не надо заворачивать string внутрь метода, мы на string вызываем метод. То есть мы можем расширяться. Теперь, соответственно, самая технически сложная часть моей презентации – это как сделать вот этот вот красивый DSL. Вот пример такого DSL справа. То есть у нас есть какой-то div, да, мы как-то там скобочки написали, и внутри сказали, что у нас будет в div классы text и pull left, ну там даже черточку поднесусь. И текст у нас будет внутри div hello. Сам div из себя представляет такой вот класс, в котором просто есть набор, ну, стринга с классами, стринга с текстом. Да, тут есть type inference. Я думаю, это как бы такая базовая понятная вещь. Как это можно написать? Пишется это с помощью вот такой вот функции. Я хочу просто показывать на слайдах, чтобы было тем, кто смотрит потом в записи, видно, что я показываю, а не показывать поинтером. Вот. Мы, получается, объявляем функцию, тут видно, объявляем функцию div, в нем мы передаем какой-то body. Body – это функциональный тип с ресивером. Что это означает? Это значит, что внутрь вот этой вот функции, которую мы передаем, объект типа div придет как this. А если он приходит как this, мы можем не писать вот тут вот this точка classes равняется что-то, а писать просто classes. Это как бы такая базовая вещь, которая в Java есть. И, соответственно, мы берем вот этот body, этот body, передаем в него наш div, и теперь мы на div можем брать все, что мы хотим. То есть у нас есть вот этот вот класс, мы создали его instance, передали внутрь вот этого body, body он там придет слева. То есть в виде вот такой как бы lambda, на самом деле это просто аргумент функции. За счет того, что он последний списки аргументов, мы можем не писать круглые скобочки. У нас, естественно, два раза меньше скобочек. Ну и дальше мы можем там вернуть этот div, что мы с ним сделали. Ну не суть, то есть, да. То есть достаточно такой, наверное, неплохой API. То есть на этом уже с этим можно жить, можно делать разные интересные вещи, с этим можно было сделать gsx. Он бы не был html подобный, но он был бы уже удобный. Можно пойти дальше и взять overload операторов. Что это значит? Это значит, что у нас есть какой-то класс div, опять же. И внутри него мы верлозим два оператора. Класс CL, это как бы я сократил класс, потому что в JavaScript тоже класс это ключевое слово. Именно поэтому в Kotlin класс это ключевое слово. Именно поэтому вот тут вот мы пишем класс name, да, а не класс. Потому что в JS это ключевое слово. И то же самое у нас в Kotlin. Так как это ключевое слово, я написал вот CL, и у меня есть какой-то там плюсик спереди. Это операция унорного сложения. И, соответственно, я могу определить в каком-то контексте. То есть я определяю в контексте нашего div. И что я делаю? Когда я говорю плюс какой-то тип, в данном случае это CL, возьми this, this это текст, который передал CL, и добавь его к списку моих классов. На самом деле там, видите, список классов immutable. То есть он добавит и как бы положит новый массив, то есть там немутабельно все. И то же самое с текстом. При аппенде текст, который добавляет. То есть я мог бы написать слева еще несколько, либо там взять какой-то пробежаться и проитерироваться. То есть у меня, в принципе, все те же самые инструменты, которые у меня есть там в G6. Вот эти вот CL, там скобочки, не очень удобно. Поэтому у нас еще один инструмент для поставления DSL. Это extension properties. И вот она определяет extension properties. Опять же, на типе string я определяю extension properties CL. И теперь могу, когда я беру как бы у стринга эту property, на самом деле там вернуть класс типа CL. То есть вот это полностью эквивалентный. Ну, тут, я думаю, немножко все-таки красивее. Хотя не надо перебарщивать. То есть когда вы начинаете делать DSL, надо стараться их сделать максимально простыми. Если вы начнете делать сложные вещи, потом будет сложно читать, и у вас количество what the fuck на строчку кода увеличится. Что у нас еще есть? В стандартной библиотеке у нас есть вот такая функция. Это тоже extension функция. Она принимает из себя функциональный тип C-сивера. И для чего мы можем ее использовать? Вот у нас есть стандартный string builder. Ну, string builder re-append — это chained функция. То есть мы можем ее чинить. Но есть много классов, в которых вот эти функции, они не возвращают this. То есть мы их чинить не можем. И тогда очень удобно писать в таком стиле. То есть мы говорим, что string builder, на string builder вызываем apply, и мы можем делать сколько угодно операторов, сколько угодно действий с этим string builder, в том числе возвращать другой string builder. И по итогу мы вызываем на… То есть мы заполнили string builder hello of by и вызвали to string. То есть что у нас получилось? Обычный вот как бы string builder.append.append to string. Ну, в данном случае это не так удобно, как было просто append, но как бы просто показать, как это можно использовать. Второй способ — это через with. То есть это уже не extension, function — это просто функция, в которой себя принимает ресивер вот этот вот tag, который мы будем использовать, то есть это string builder. И тут видите, красивее. То есть нам не пришлось в данном случае вызывать to string на том, что мы получили, потому что нам вернулся this, нам вернулся string builder. Если бы мы сказали to string внутри, нам бы возвращалась строка. Мы не могли так сделать. В данном случае мы можем так сделать, и мы возвращаем, соответственно, уже саму строку. То есть grisens — это будет строка. Ну, то есть сейчас я вам показал, на самом деле, как писать DSL на Kotlin. Это не обязательно будет JSX, это не обязательно будет CSS. Вы можете писать все, что угодно, все, что вам нравится. Настройку логера, XML, JSON — все это на этом можно писать. Какие есть плюсы? Так как это Kotlin статический типизирный язык, вот это все у вас автодополняется в IDE автоматически. То есть вы когда пишете плюсик, там, текст, точка, у вас все вот это вот, оно подскажет. Идея скажет, что у нас есть такие операции в этом месте, проверить типы, все будет красиво, и вам для этого не надо никаких лишних действий. Когда, допустим, пишется DSL на груве, вы пишете сначала DSL на груве, а потом еще пишется для него GDSL файл, чтобы поддержать автодополнение этого DSL в IDE. То есть вы делаете два действия, хотя как бы, почему, зачем делать два, когда можно делать одно. Это, ну, это достаточно просто, как вы видели. То есть вот изучив вот эти вот базовые концепции, вы можете сами начать делать такие декларативные DSL, то есть у вас нет никакой в этом проблемы. Но по оператору это оверлоудинг, в смысле у вас есть ограниченный убор таких операторов, не как в Haskell и не как в Scalic, где вы можете почти все переопределить. И это как бы тоже плюс, потому что я когда смотрю код, где какие-то есть много-много стрелочек, и я не понимаю. Ну, то есть я Scalу не знаю, но знаю немного Haskell, и когда я смотрю, мне, ну, то есть там, спейтшип-оператор, вот, что это такое? Ну, и, соответственно, минусы. Он простой. То есть вы не сможете сделать очень там крутую вещь, допустим, повторить полностью синтезис чего-то. То есть за счет того, что он простой, у вас, вы с одной стороны, как бы получаете минимально необходимый набор, с другой стороны, вы ограничены. Если вам хочется творить, то вам, наверное, в Scalу. Или Haskell. Ну, и опять же, да, он простой, и опять же, у нас ограничен набор оверлоудов. Собственно, вот все, что я сейчас показывал, вот этот код, вы весь можете писать как и таргетцы по JVM, так и таргетцы по JavaScript. То есть там ничего особенного не было. Но когда вы начинаете не просто писать код для JavaScript, но как-то хотите взаимодействовать с существующими библиотеками, использовать существующие библиотеки, либо давать возможность существующему коду использовать ваш код, вы должны как бы подумать о интеропе, о совместимости какой-то, чтобы у вас там были красивые имена файлов, чтобы вы могли использовать какие-то там существующие библиотеки, знали, как их вызвать. И для этого вот в, то есть в КТЕ есть набор вот этих вот пока, не в КТЕ, в КТЕ есть набор вот этих ключевых слов, функций и аннотаций. Начнем с динамика. Динамика – это на самом деле просто тип, который говорит, вы можете писать все, что угодно сюда. То есть хотите, вот видите, я объявил, что у меня ресурс динамики, я не объявил никакого типа, и вал нам возвращает тоже динамик, соответственно, я теперь могу что угодно пытаться вызывать, у меня, соответственно, получается не типизированное. Слово динамик работает только, когда вы, ваш модуль, он таргетится на определенную платформу. Когда вы говорите модуль таргетис на JavaScript, в нем появляется возможность писать динамик. Если вы говорите модуль таргетис на Java, у вас нет этой возможности, в Java вы такую штуку не напишете. И слава богу. Для чего он нужно? Я вот говорил, как много пишу на TypeScript, и на Dash на самом деле вам нужен Any, потому что там реально Any. То есть вы можете все, что угодно передать, вы можете все, что угодно получить. То есть в большинстве случаев вы можете сказать, что тут будет либо string, либо number, либо что-то еще. Там есть типы. Ну, там есть система типов, которая позволяет это сделать. Union type. И, соответственно, как бы, чтобы была возможность со всем, что есть в JS мире, взаимодействовать, добавили слово динамик. Окей. Это, я думаю, понятно. Идем дальше. Native. У вас есть такой классный, вот, вы хотите в Kotlin писать PRG query. Что вам для этого надо? Вам надо объявить класс jQuery, написать, если вы хотите это статически типизированно сделать, То есть вам написать type definition на самом деле. То, что вы делаете в TypeScript. То есть мы говорим, что у нас есть класс jQuery, но мы не хотим в Java использовать, допустим, знак доллара, да? или не хотим там jQuery с большой, потому что, ну, это нам не комиссионный пример. Мы можем переопределить для JS название вот этого класса. То есть мы говорим, что у нас в JS на самом деле есть вот такая вот функция, которая имеет значок доллара. JS name. Это, получается, будет в версии 1.1. Вот это уже есть сейчас. Вот это будет в версии 1.1. Это то же самое, что native. То есть, но в том плане только что мы можем найти native, он говорит, у нас есть существующие jQuery, мы хотим поменять него. А JS name говорит, что у нас есть вот какой-то foo, но мы не хотим, чтобы он в JavaScript был foo, мы хотим, чтобы в JavaScript он был render. И вот он в JavaScript render. То есть это для того, для чего? На самом деле, ваш foo может быть компилятором изменен в foo, бла-бла-бла. То есть там какие-нибудь добавятся дополнительные символы, чтобы избежать коллапсинга имен, например. То есть что-то такое. А с помощью этой аннотации вы четко задаете, что у вас должен быть, должно быть имя render. Ну и noimple, то есть когда вы пишете, когда вы пишете документ, type definition, вы же не хотите писать имплементацию, да? На самом деле в JS Kotlin надо писать имплементацию, и для этого существует noimple. И там есть такой интересный тип nothing. И что означает этот nothing? Вот у нас есть два, вообще в принципе, да? У нас самый-самый верхний тип, от которого все наследуются, это any с вопросиком. Any с вопросиком это любой тип, либо null. От any с вопросиком наследуется any, это просто any, но не null никогда. И все остальные типы, там наши юниты, стринги, наши типы, которые мы писали, наследуются. Но при этом есть и нижняя граница типов, которые никому как бы не относятся, это nothing. Есть nothing с вопросиком, есть просто nothing. Что это означает? У вас есть, допустим, функция, в данном случае, noimple, и мы говорим, что она означает nothing. Это значит, что либо она кинет exception, как в данном случае, либо, допустим, в ней запустится loop, который никогда не вернется. то есть у нас там true, while true, да, и он либо выбросит исключение, либо просто там, если живым, завершится. Окей. Это, думаю, понятно. Ну и самая интересная фича, это вот когда нам надо быстренько заманки патчить, вы можете написать функцию JS, передать туда любой JavaScript, и он скопилится прямо, как вы его передали. Я думаю, это для дебаггинга удобно, чтобы понять, что находится, где, то есть либо как-то реально подманки патчить, то есть вот. То есть я попробовал, интересно выглядит, можно просто даже писать, можно генерировать JavaScript строками. То есть вы хотите сделать какой-то свой класс, но вам не хватает возможности вы можете вставить в любое место свой код таким образом. То есть там какой-то template взять, что-то подставить, у вас получится JS. Ну, то есть вот это все, что раньше было, noimple, native, dynamic, это все про то, что мы должны интегрироваться с JavaScript, но как бы сейчас взять и писать все с нуля, там у нас тысяча библиотек, миллионы библиотек в mpm, мы не хотим взять это с нуля писать. У нас есть такой тул, он пока там такой в зачатывающем состоянии, но он уже позволяет взять TypeScript definition и передать их в Kotlin definition, и он достаточно неплохо работает уже. То есть вы можете пойти взять definitely type репозиторий, где over много дефиниций, и сконвертировать их в Kotlin. Они, конечно, работать не будут, скорее всего, потому что там мусор в этом definitely type, как правило, там у вас версия, не знаю, там реактор 15, там еще 14 лежит. Ну, потом что-то подправить, можно даже pull request отправиться к одному из тысячи. А кто знает, что такое universal applications? Никто не знает? Да, да. То есть у нас есть какой-то, ну, не обязательно один source code, но у нас есть, допустим, single page application, и мы его можем выполнять как на бэкэнде, так и на фронтэнде. Раньше это называлось изоморфное приложение, но сказали, что изоморфное не очень хорошее слово, теперь называется universal app. То есть если вы слушаетесь по старой привычке у кого-то изоморфное приложение, это то же самое, что универсальное. Давайте так сначала. Для чего это вообще нужно? У вас есть, допустим, клиент, который мобильный телефон, и у вас есть JS bundle на 300 килобайт, а у мобильного телефона, допустим, плохой интернет, такой edge, и пока он скачает эти 300 мегабайт, пока на его слабеньком мобильном браузере это все отрендерится, там пройдет десятки секунд. Нельзя так пользователю мучить, поэтому что можно сделать? У вас есть какой-то JavaScript, и вы можете его выполнить на самом деле на сервере, сгенерить вот это HTML и отдать на frontend. Это, конечно, требует дополнительных усилий, там с роутингом, с линками, с тем, как вы строите ваши пассы, то есть вы должны хранить все состояние, допустим, в урле, грубо говоря, ну это базово, да, и там делать кнопки не кнопками, которые JavaScript обрабатываются, а делать реально честными ссылками, то есть если человек загрузил просто HTML-страницу, нажал на ссылку, его просто на другой роут перекинуло, вам backend отдал новую страничку, которая уже там с другим стейтом. То есть делать честные формы, то есть писать такой старый добрый HTML, как бы, да, без всякого JavaScript, потом сверху уже накручивать как бы JavaScript, на самом деле это все одновременно делается. И это достаточно удобно, быстро, в мере, как бы для чего была там одна из фиш реактора, то, что он это умеет. Одна из фишек второго ангуляра, то, что это он умеет. Первый ангуляр не умел вот так делать, да, как бы его был большим минусом. Ну и, конечно, здесь клиент не поддержит JS, если у вас есть такие клиенты, то вот это тоже туда же. Можно ли писать на Kotlin? Да, можно. Но у вас есть два способа. Вы можете взять там React, написать для него вот эти type definition, скопить JavaScript и запустить в какой-нибудь асхорне либо поднять Node.js, если вы не любите извращения. Либо вы можете взять React, либо какую-нибудь более легкую версию, типа Pre-React и взять, переписать ее, портировать на Kotlin. И мне кажется, это вот путь, по которому мы пойдем. Там в чате проскакивало, в Kotlin Slack, где сидят озабочки, которые пилят JavaScript, там проскакивало сообщение, что на самом деле JetBrains все делают вот этот порт, но пока ни с кем не делится. То есть я надеюсь, что мы скоро его получим, качественный, хороший, и можно будет писать без извращения типа на асхорне код и под как бы и под бэкенд, и под фронтенд, и чтобы все компиливалось, чтобы все быстро красиво было. Как вот сейчас можно это сделать, да? Что вам для этого надо сделать? Вы сначала должны задефинить ваш IP. То есть вот у вас есть какой-то GSX, как я показывал, KSX, да? Какой-то билдер. Вы задефинили сам IP, но вы пока не имеете имплементацию. Вам нужно сделать либо один модуль, который таргетится под GSX и под GVM, если у вас есть какой-то общий код. Либо у вас должно быть два модуля, которые имплементируют этот API, и один таргетится под GVM, второй таргетится под GSX. Соответственно, в Gradle это все можно настроить, и по итогу вы должны получить как бы две сборки. У вас будет общий код, будет API, будет общий код, будет код под каждые две платформы в отдельных модулях. Потом вы собираете, то есть получается код и для GVM, и для GSX. Это два разных, как бы две разных по итогу кодовой базы. И, соответственно, вы теперь можете, у вас получается universal application таким образом. То есть это возможно. Я еще такого не видел. Само соответственно, руки сделать не дошли. Но я думаю, скоро мы это будем использовать. какие есть сейчас проблемы на мой взгляд. Есть проблемы с тульингом. Когда вы пишете на реакции, у вас есть там сейчас create react app, то есть вы с нуля можете красиво, быстро поднять его. У вас не будет там hot reload, но оно будет работать быстро, там будет watch. Я видел демку от разработчиков, опять же с JetBrains, который показал, как у меня все это классно работает. В Gradle 2 появился демон, в Gradle 3 вы включили по умолчанию. Это демон на самом деле очень плохо работает с Kotlin2GS. То есть он там за типа 0,7 секунд перекомпиливает небольшую кодовую базу. И он еще как-то сделал авто… Watcher есть? Не, Watcher – это вот этот Gradle, Watcher. А потом он еще сделал hot reload. То есть он еще, видимо, он под выпакал, делает по итогу эти модули, и уже выпак, допустим, выпаком делается hot reload. То есть пока, вот видите, такая не очень надежная схема большая, но, возможно, в будущем у нас будет какой-то нормальный, нормальный способ современно разрабатывать на JS. Из Kotlin, соответственно. И, в общем-то, изиал бандла JavaScript неутешителен. Сама… То есть ваш сам код, на самом деле, получается достаточно компактный, там не хуже, чем Babel вам генерит. Но когда вы смотрите стандартную библиотеку, которая поставляется… Ну, Kotlin, да, у вас же есть коллекция, у вас все есть. Там 33 тысячи срок. Сидишь, блин, 33 тысячи. Как это потянешь в продакшен? Ну, никак не потянешь. Я перескочу в WebAssembly. Документации. Документации очень мало. Вот на эти все штуки, там, которые я рассказывал, их там нет практически. там нету, что такое… Есть сейчас будет JS-модуль, JS-нейм в пропозалах к 1.1, JS-модуль будет в 1.1, то есть там как бы надо собирать по крупицам, так, чтобы прийти и вот все прочитать вам. Вот вы почитаете, нету. И вот такая классно модная тема сейчас в WebAssembly. То есть… Нет. Ну, заботчики говорят нет. На самом деле, понятно почему. Потому что на самом деле WebAssembly, как и Asm.js, он таргетится на платформы, которые не менеджат, да. Это как C++ код, где вы сами управляете памятью. То есть вы не можете скомпилировать код, который зависит от garbage-коллектора на WebAssembly. Это минус. Но как бы есть свет конца туннеля, есть Kotlin Native, который компилинется в LVM Bitcode. И чтобы скомпилить его туда, им еще надо будет допилить к нему garbage collection. Соответственно, если они допилят Kotlin Native, то мы по идее сможем писать как бы на Kotlin Native. Ну Kotlin Native это будет примерно тот же Kotlin, просто у них там, наверное, свои нотации где-то будут. Или там ключевое слово external, но не суть. То есть… И вы сможете вот так через вот это вот, через Kotlin Native делать WebAssembly. WebAssembly на самом деле очень быстрый. Я вот играю сейчас в игрушки на нем постоянно. Каждый день какая-то новая игрушка. Там вчера квак, а позавчера какой-то Unity портировали. То есть очень классно, очень быстро и как бы обнадеживает. Сейчас, по-моему, первая версия доступна. Ну там какой-то первый релиз, да. Будущих релизов на самом деле они обещают, что они сами встроят в WebAssembly garbage collection. Не знаю, как это произойдет. И они еще обещают, что они дадут прямой доступ к DOM API. То есть теоретически вот этот вот ваш React или Angular 2, вы сможете прямо скомпилить в WebAssembly. Он будет работать напрямую с DOM API, а не через JavaScript, как сейчас. То есть можно будет делать single-page application на WebAssembly. То есть прикольно. Ну, в общем-то, на этом у меня все. И там время заканчивается. Поэтому какие есть вопросы, что понравилось, что не понравилось. Да. Так, это что ты любил в ГРС, то есть... ... ... ... ...